У эфира программа новин региона. У студии Алена Милишанкова. Витаю вас сегодня в выпуске. ЗВОНОК В ДВЕРЬ В Могилевской области 22 экипажа-комбайнера намолотили больше за 1000 тонн зерня. А вот водители у тысячников вдвоя больше – 44. На раннице 9-го жнивня, по информации областного комитета профсоюза работнику АПК, два водителя, які перевезли больше за 2000 тонн збожжевых. Причем, яныся род молоді. Гэта Юрий Манкейш, загракомбината ЗРА Могилевского района, и Игорь Ярошоу, сельгазпродприемства Александрийская Шкловского района. У Аблсельгасхарши поведомили. На раннице 9-го жнивня у в области убрана мальтреття частка збожжевых – 29%. У лидера жнивана Могилешини Шкловский район, де самая высокая урожайность збожжевых, середняя по районе – 54 центнер из гектара. Межтым у открытым акционерным товариства Александрийска урожайность збожжевых перевышает 70 центнер из гектару. Як убирают хлеб у Александрии – наш репортаж. На полях Александрийска працуют 25 комбайнов и 17 автомобилев. Убирают за одним разом яровые и озимые культуры. Божж за чверть площадь уже убраны. По водле плана господарцы треба намолотить более за 30 тысяч тонн сбожжа. Урожай прекрасный, поэтому строение соответствующее. Урожай и заработные платы – они же прямо в пропорциональной зависимости. Поэтому люди довольны. Уборка – одна из тех пор, когда действительно представляется возможность заработать. Отказная пора для господарки Жниву. Разлики на добрый урожай Александрийским и ответ на зарубки да и культура землеробства и организация працы. У господарцы теперь есть тысячник. Это комбайнер Виктор Мельтов. Работа идет пока что хорошо. Урожай у Долча хороший. Погода немного мешала. Но теперь погода хорошая стала. Так что стараемся, работаем. Виктор працуя на Жниве 43-й раз у своем житти. От семага класса. Калида помогал на комбайну батьку. В опытный механизатор, який маеш мат досягненью, але кожная новая уборка для его – великая падея. Няхае працевать доводится от шасти ранницы до десяти увечеры. На уборочном комбайне совсем по-другому чувствуешь себя. Убираешь хлеб. Все лет у Александрийским на комбайнах нема помощников. Это на первых связано с погодной затрымкой уборочной кампании и теперочной потребой одночасово выконовать шерых сельских работ. Нарыхтовать сенаж, рыхтовать хлебу до азимаха севу и инши. Все это делают люди, которые отказно ставятся до своей працы. И это самое важное для поспеха Жнива. По воде приспособимся, по технике, опять-таки, напрямую связано с добросовенностью обслуживающего персонала и, соответственно, механизаторов. Поэтому только человеческий фактор. А у открытым акционерном товаристве «Рассвет» имя Орловского и Кировского района пошли в заведение сучасного молочно-товарного комплекса. Наши корреспонденты доведались, как применение нового конструктивного решения в этом проекте дозволит снизить транспортные выдатки. Отходы ферм «Буйна Рогатых Живел» основаны вид палева для биогазовой установки. У сельгазпредприемстве «Рассвет» имя Орловского поведомили. Зараз объект загружен на полную могутность. Але увоту эксплуатацию новой фермы дозволит снизить выдатки на поставку пирогною на биогазовый комплекс. Топливо для биогаза – это навоз, будет поставляться по насосам, а не возиться транспортом, что позволит, конечно же, сократить себестоимость электроэнергии производимой. А стоимость этого объекта? Это объект около 10 миллионов современными вот этими деньгами. И за чей счет? Здесь и собственные средства, и бюджетные средства будут вложены. Будоуники удокладнили, дах на молочно-товарном комплексе будет у выглядя прозристой круглой арки, а значит у помешкания будет больше дённого светла. Производится уже засыпка котлована, смонтировали мы все колонны, ну и переходим к дальнейшему производству металлических конструкций, монтажа и монтажа стеновых панелей. Такой объект у меня впервые. Будоуництво сучастного молочно-товарного комплекса вядется интенсивно. Литерально празмесяц тут почнут закладывать силосные траншеи. До конца года плануют сдать первшую черву будуули и разместить больше за 300 коров. Илья Соболев, Татьяна Сергейчук, Александр Тарасов, Новины региона. Пытание про экономику, ценоутворение, инвестиционную деятельность, статистику можно будет задать у субботу, 12-го женивня. У гэтый день традиционную промую телефонную линию проведет намесник старшини Аблваканкама Виктор Некрашевич. С 9 до 12 годин телефоновать можно по номеру в Могилеве 50 18 69. Так само подчас телефонной линии можно задать пытание и выказать зауваги по продпромальництве зарубку занятостей гандли, проказание послуг насельництву и мытную справу. У той же час промые телефонные линии пройдуть во всех городских и районных выканавших комитетах в области. Наприклад, о Могилевском гарваканкаме телефонование при местаршиня городского совета депутата у Сергея Иванова. Звернуться до его можно будет по номеру в Могилеве 42 21 02. А у Бабруским гарваканкаме ваши пытанни проймя на месте к старшини Ина Ануфраева. Телефон для сувези у Бабруську 76 21 41. 11 выпадков вытворчого травматизма зафиксована селита у организаций и предприемствах Бабруська. Летесь за этот период таких было 7. Кабы привить ситуацию, специалисты по пытанне хаховы працы без попередживания наведують вытворчие объекты. Кабы выявить и выправить макчимое порушение гэтых життёво важных потребований. Если наниматель обеспечил специальной одеждой, вам нужно обязательно её использовать и применять, носить. Значит, пожалуйста, идите, оденьте специальную одежду, приступите к работе после того, как вы это сделаете. Гэтые работники приватного предприемства, видать, лечат, что спецоденья им не по сезону. И не задумываются, что минавито сродки ховы и специальное оденье могут на сам речь выратовать життё. Защитные средства есть, маска и очки. Ну, были без очков. Без очков, потому что жарко, сейчас всё мокрое, они запотевают, я ничего практически не вижу. А гэты другие вытворчий участок той же компании. И тут обсталявание, умовы працы, документы, усё упорадку. Оборудование имеет очень много степеней защиты, и электрических, и механических степеней защиты. Вот, поэтому, как бы, ну, и при прохождении обучения рабочих, они также проходили обучение безопасным методом работы на этом оборудовании. Выконание правил ховы працы специалисты контролюют и на приватных, и на державных предприемствах. С початку года в Бобруйску зафиксовано 11 выпадков вытворчого травматизма. На счастье, обойшлось обезах вяр. Специалисты в пытаниях ховы працы подкресливают. Працовники повинны памятать, что их шакают дома живыми и здоровыми. И не гребывать в канании мгэтых життёво важных правилов. Хотелось бы, конечно, чтобы и люди понимали о том, что их ждут дома, у них есть семьи и дети. Это самое главное. Поэтому еженедельно мы проводим такие мероприятия. Ангелина Дикун, Константин Шауцова, новины регионы с Бобруйску. Стало вядомое имя еще одного солдата, который сгинул без весток в 1941 году. Это 21-годовый Иргаш Парпиус в Узбекистане. Останки его и еще 5 червона армейцев, а так само 5 медальонов, нашли у поля Шауцкого района. Тут начался другой этап беларуско-российской вахты памяти. На этом поле недавно убрали РАПС и удельники гисторико-патриотичного клуба ВИКРУ разом со специализованным батальоном Министерства обороны Беларуси смогли приступить до раскопок. На этом месте Калявевске-Самулки Чауцкого района Пушаковики каждый год знаходят останки солдат. По документальных известках 27-го, 28-го липеня 1941 года тут с немецкими захопниками судыкнулися оборонцы Могилева, які выходили из окружения. Бои ишли вельми жорсткие. Тысячи полторы их лежит, но удалось найти их на сегодня человек 400 только. То есть это все отголоски обороны Могилева. После обороны, когда немцы полностью взяли в кольцо город, те, кому удалось прорваться через внутреннее кольцо окружения, вышли вот на это внешнее. В деревне Самулки в этом году здесь умер последний участник Великой Честной войны Харбовичского сельского совета Концевой Василий Лукьянович в возрасте 94 года. К сожалению, мы лишились его. А так встречаются, конечно, и дети, и помним то, что было на войне. Это межгосударственная программа, поскольку между Нижегородской областью Российской Федерации и Республикой Беларусь подписана специальная программа развития сотрудничества, и поисковое и патриотическое движение там прописано отдельным пунктом. По славу городу Пачаусом мы поднимали и уроженцев Башкирии, и Адыгеи, и Армян, и Красноярского края, и беларусов. Беларуси досталось за 4 года оккупации особо. У этой яме знайдены останки 6 солдат, 4 винтовки, карабин, револьвер системы «Наган» и 5 медальонов. Стоп! Один медальон удалось прочитать. 1920 года народжения Иргаш Парпиев из Узбекистана. Долгий час после войны его шукал брат. Вахта памяти протягивается. Татьяна Сергеичек, Александр Тарасов, Новины региона. Солдаты и офицеры, які угадывали каячиной, стали военно-полонными, отримают от Германии одноразовую грошовую допамогу. Министерство працы и социально-обороны Беларуси нагадывая, термін подачи заявок завершается у вересни. Германский бок принял решение выдать грошовую компенсацию советским военно-полонным. На гэтую выплату могут различовать солдаты и офицеры, які уперед с 22 червяня 1941 года по 8 мая 1945 года трапляли у германские лагеры военно-полонных. Граждане непосредственно сами должны обратиться с заявлением либо с законным представителем, которым он сам делегирует такое право. Вот эти граждане из числа бывших военнослужащих, попавших в плен, должны подать заявку не позднее 30 сентября 2017 года. У Могилёвской области больше за 2700 вязня у фашистских концлагерів и тих, кто промыслово працавал у Германии. Что дотачить, миновіто военно-полонных, то у областным комісторияті поведомили, у їх звездки только односно офицеров і прапорщиков. А вось, хто злик у солдат і сержантів был у военном полоні, інформація нема за допомогай, звернулися да сільсаветів і чекають активності ад саміх громадян. Татьяна Сергійчик, Александр Тарасов, Новини регіона. Работніки у сфері медицины і гандлі у сіх профілів самая запотребуванная на ринку праці обласного центра. Таку інформацію огучиває Могилёвська городською управління по праці, занятості і соціяльній обороні. Єсь сізонна работа у будовництві і гандлі. Так само попыт на інженерно-технічній спеціальності. Але тут для наймальніка уважний опыт і компетенція работніка. Цяпер на одного безпраціонага у Могилёві умовно приходіцца більш за одну вакансію. На перше ліпіння у центра занятості знаходілася більш за 1700 безпраціонаг. Гэта менш, чым спачатку гэтага года. Тым жа, хто не може знайсці місцца па спеціальності у городі праці уладкавацца у сільській місцовості дапамагаць обласної і городською управління па праці, занятості і соціяльній обороні. Вынік недавнього отыдню перасіаліні, як і ладзі у Могилёвській центра занятості, сім'я Могилючан, де ясу іскалінькам была жонка, пераехала ў Шкловський район. Прадпраємства Новоградіщінськае деть, а пер працює жанчына забяспічила сім'ю жилем. Так само перасіалінцям аказана матраяльная підтрымка у памері 9 базовых величин. І яшчы, адна сім'я з Могилёва махчым охутка змініць статус гараджан на Вязковців. У Могилёвськім центра занятості повідоміли, што год, две-три сім'ї гараджан міняюць місце жахарства діля роботи і переяжаюць у сільську місцовасть. І не обовязково у Могилёвській в області. Прадпраємства формирує заявку на патрэбу у спеціалістах і накіровує у центра занятості. Уся інформація про вакансіі собрана на державном портале служби занятості і у саміх центрах. Там громадяни можуть самі познайоміться з вакансіями, а далі звертацься по місце жахарства. Відатны вынік, калі жадані і махчымаці суїскальніків і робота дауців супадаюць. Подведіны вынікі открытых республіканских споборніців патрохбор'ї на п'єдісталі Могилючанкі. Так, у споборніцтвах уз ровню складанності однозорка Марина Іванова заняла першая місця, а Алена Теляпушкіна стала уладальніцей бронзовага медалю. У межах особнага заліку з паборніцтвах лёгкі клас уз ровню складанності однозорка. Паудзельнічалі спортсмэны на конніх ад п'яті гадоў. А так сама коннікі, які на протягу опошніх двух гадоў неудзельнічалі у программах більш высокага уз ровню. У гэтым відзі программа Татьяны Барановой узяла так сама бронзу. Саме актуальне новіне в області на сайті tvrmogilio.by А я з вами раз звітуюся. До зустречі. Дякую за перегляд!